всем привет сегодня хотелось бы немножко поговорить о китайских моторах типа лифлан за джинка и им подобных а именно с проблемами которые могут возникнуть либо с плавной работой моторы либо с холостым ходом многие небезосновательно сразу скажут что эта проблема может крыться либо в тросике газа либо в карбюраторе вот конечно небезосновательно правы но на этих моторах проблемы эти могут крыться также в других деталях промежуточных между тросом и карбюратор а для того чтобы знать где их искать надо немножко иметь представление о том как это все устроено именно об этом следующее видео а начнем путешествие с тросика газа тросик газа подключен коромыслу у которого есть ось и далее она передает движение поступательно на следующее коромысло через пружину либо непосредственно сразу же на коромысло которое расположено на центробежном регуляторе ось центробежного регулятора на котором установлена коромысло можно обнаружить со стороны тарелок вариатора коромысло выходит с противоположной стороны мотора и соединена подпружиненной тягой сегментом управляющей заслонкой в карбюраторе давайте посмотрим какие здесь есть регулировки на карбюраторе есть винт количество вот он черный винта качества как такового нету вернее он есть вот за этой заглушкой но какого-то сегмента для регулировки на нем нет он вкручен и обломан а сверху ставлена заглушка черная следующий элемент это винт с помощью которого регулируется ход коромысло связанного с тросиком газа также есть фондальный способ регулировки это с помощью пружинки расположены на тяге соединяющий сегмент заслонки карбюратора с коромыслом центробежного регулятора растягивая эту пружинку либо ее разгибая усы в местах крепления и укорачивая можно также добавить либо убавить оборотов мотора давайте теперь рассмотрим как это все работает когда мотор заглушенный сколько был круга за не дергали на карбюраторе никаких действий не происходит но как только мотор начал работать коленвал вращаться срабатывает центробежный регулятор который подводит тягу в рабочее положение которое толкает сегмент карбюратора и с этого момента уже при воздействии на круг газа вы начинаете воздействовать на карбюратор через систему этих кромысл и тяг как только мотор заглох центробежный регулятор перестает работать тяга отходит его опять сотрясаете воздух никаких действий повторюсь на карбюратор вы не производить ну и переходим к проблемам которые могут возникнуть в процессе эксплуатации первое на что стоит обратить внимание это на пружинку расположенную на тяге соединяющую промысла с центробежного регулятора с сегментом заслонки карбюратора если данная пружинка вылетела с мест крепления загнулся где-то усунью то нормальная работа двигателя не ждите от слова совсем и следующую проблему рассмотрим связанную с кармыслом который подключен тросик газа самое распространенное это то что его загибают и при работе она начинает задевать за элементы мотора и начинает клинить также крепление карамысла на оси она может быть перетянута результате чего будет очень туго ходить и еще одна распространенная проблема связанная с вот этим упором упор бывает загнутый больше карамысла и при работе карамысла вот этой частью она может за него задевать и клинить в определенных положениях ну и также маловероятная проблема но которая тоже имеет право на жизнь это пружинка если она слетит соскочит соответственно работа здесь тоже нормально ничего не будет и осталось рассмотреть карамысла на центробежном регуляторе маловероятные причины здесь это конечно же то что слетит вот эта пружинка то что ослабнет крепление и вот прокручиваться основные же причины здесь в основном встречаются другие да и немножко добавлю по маловероятным причинам это с места крепления на карамысле если выскочит тяга связывающая карамысла сегментом заслонки карбюратора основные причины которые тут будут проблем с этим кромыслом это механические если его загнут и она начинает задевать за элементы двигателя ну и также как сам начали сказал что с места крепления выскакивает пружинка тяги вот отсюда далее я покажу вам какие еще варианты могут встретиться на технике связи трусика с карбюратора и также покажу вам как работают некоторые элементы мотора как вариант покажу вам как все сделано на снегоходе шармакс 680 смотрим маркировку мотора здесь система питания также самотеком идет до фильтра с фильтра идет крайник крайник вакуумный пока не начнет работать двигатель бензин даже не проходит дальше он поступает карбюратор есть тросик на заслонку подсоса и активирует заслонку тросик газа активируется кругом на руле и двигает этот край масло подпружиненное но пока мотор не заведется кармысло движется лук по воздуху ни на чё не нажимает для того чтобы вся эта система заработала необходимо чтобы мотор завелся когда мотор заводится центробежный регулятор срабатывает подводит этот край масло или тягу кому как удобнее назвать край масло где тросик газа и уже даже происходит непосредственно управление вот это тяга или кромасло которое идет от регулятора она соединяется карбюратора длинной волочной тягой которая здесь удвигает заслонку а также подпружинен и особенность вот этой схемы в том что нету еще одно промежуточного кромысла с помощью которого здесь можно было бы добавить или убавить обороты двигателя наклейка осталось край масло нет ну и так же здесь еще карбюратору подходит лягушка и давайте поближе рассмотрим карбюратор на этой системе здесь тяга управления заслонкой подсоса с противоположной стороны тяга управления заслонкой газа винт желтый качество черное количество маркировка карбюратора с этой стороны подключается лягушка с противоположной стороны основная подача бензина и здесь слив избытков бензина в карбюраторе также в нижней части есть пробка слива бензина с поддона карбюратора так ребята давайте я вам расскажу как на ирбисе 500 там тунгусе подошли проблеме вот этих всех тяг от пружинок всех просто сняли все нафиг и все где вот эти вот кромысла вечно задевают за упор и тут застревают и что тут настроить на не только все это внимательно смотреть но и где чего там задевает косит или еще что-то просто на ирбисе взяли все убрали нафиг и поставили карбюратор нормальный обычный здесь свой небольшой выпускной коллектор нулевик который штуцер вырезанный подается картерной газ бензин подает самотек без бензобака фильтр краник топливный и пошел дальше шланг подачи в карбюратор топлива также здесь заслонка подсоса с тросиком то есть и газа с этой стороны 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 моторы винт качество и здесь у нас вин количество качество здесь давайте посмотрим маркировку кооператора также фирма производитель и хотелось бы дальше поставить видео где что было понятно как выглядит как работают вот центробежный регулятор и декомпрессор когда вот эта трихомодия вся стоит многим интересно что такое когда вот не могут двигателя работу двигателя настроить холостые там или стабильную работу когда они помогают ничего тут не разбор полетов со всеми с этими тягами и пружинками здесь вот расположены когда они установлены с карбюратором регулировка клапанов тоже ничто не дает надо лезть туда внутри моторы ну и чтобы было понятнее даже смотрим если проблемы посерьезнее чем холостой ход надо лезть вот сюда двигатель снимать боковую крышку и первое что смотреть это вот эту тягу которая поджимает тягу карбюратора чтобы она работала на вот эту тягу рычаг нажимает толкатель который с интервежными кузиками при вращении толкатель выдвигается и толкает тягу и подводит рабочее состояние тягу на карбюраторе следующая серьезная проблема может возникнуть из-за декомпрессора как он работает когда двигатель заводится с пробежной силой отводит в сторону вот этот зубчик зубчик вот этот не дает тарелки толкателя полностью подойти к распредвалу кулачку распредвала то есть когда двигательских стартера заводится клапан чуть-чуть приоткрыт чтобы меньше компрессия было как только завелся центробежной силой кулачок отвелся в сторону декомпрессора и тарелка полностью прилегает к распредвалу кулачку распредвала очень надеюсь что видео было это полезным для вас информативным ведь когда знаешь как что где устроено легче искать проблемы возникающие в процессе эксплуатации видео у меня носит чисто ознакомительный характер ну и на этом всем кто смотрел спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до свидания